Я дерзкая, и то бы побоялась, это сказать, что туда ходить нельзя. А то, что не было желания, я говорю, я стояла, и у меня не было желания. Они у меня все на глазах, во-первых, я стояла близко к ним, они у меня туда-сюда на глазах. Но когда я его увидела, мне кажется, что я его и раньше видела, он всё время ходил коротко, а теперь он при костюме, в гражданском костюме и в галстуке, и в воскресении Христова видевши. И поём, и в галстуке, и все смотрели, я не знаю, все смотрели или не смотрели, какое впечатление это было у всех. Но мне есть, что, с чем сравнивать. Конечно, я стояла вот так вот и всё время думала, лишь бы мне только не видеть. А поёт там, я как будто в оперном театре побывала. И оттуда пришла домой, как из театра оперного. А вы хоть раз были в этом храме? И святых, которые сегодня уже известны, они говорили, храмы будут отстраиваться, купола золотить, но в те храмы ходить нельзя быть. Ничего особенного нет, это уже предсказано было. Душа человеку подсказывает, ничего, кроме осквернения, ты там не получишь. А вы были хоть раз в этом храме? Не было. И не было стыдно. Вы знаете, какой богатый весь в мраморе? Я слышал, издалека видел. Богатый. Слово сестре Ане. Страшно. Сёстры, может быть, я немножко не в тему скажу. Я просто сейчас, когда Нина говорила, я вспомнила книгу, отец Арсений. Хоть Игнатьев ничего не особо любит, но мне там просто один момент понравился. Когда одна там сестра, которых вот они там жили где-то, голодали, а потом, когда они уже их освободили, они вернулись. И она жила в коммунальной квартире, что ли, я не поняла. И как она готовилась к исповеди. Вот представляете, естественно, вокруг все неверующие. И она умела отрешиться от того, что творилось вокруг. Это музыка, мирские люди, шум, гам. Так вот, может, вы как нельзя, не хотите желания. Вот, может быть, вы и были те две сестры наши, которые освещали этот храм своей молитвой. И вам нельзя туда не ходить, иметь желание или не иметь. Если вы имеете сердечное намерение, идите молитесь. И своим видом, Агнатих же не зря говорит, безмолвная проба. Ведь хотя бы там стоите, и вас люди видят. А то, что вам тяжело, так вы вдвойне награду получите. Конечно. Или втройне. Нет. А то, что храм это будет, это неизбежно, к сожалению. Потому что все идет к пришествию Антихриста. Да. Поэтому, сестры, если вы имеете возможность ходить в рабочие дни, но на 10-е праздники, выходите в ресторане. Потому что мы, как бы, трудимся в этом все, и не имеем возможности посетить храм. Спасибо, Христос, Аня. Очень, очень. Молодец. Что сказала. Дело не в том, что мы хотели кому-то это. Я даже Люду не видела, что она там есть. Я не знала, что она там. Я стояла в своем месте. Где она стояла, я не видела, не знаю. Мы встретились позже уже, на выходе уже, можно сказать. И не то, что я не хочу туда. Мы всегда туда ходим, и я всегда туда хожу. Ну, мне просто неприятно было видеть весь этот сценарий, который я уже не приемлю. Я вот так, опустив глаза, ни на кого не глядя, и молитвы-то у меня не было. Не потому, что я вот там стояла, молилась, не было этого. Я даже потом себя укоряла, я шла всю дорогу, себя укоряла в том, что я, наверное, и даже не молилась. Выхожу, благодарю Господи, слава тебе, побыла на молитве, а себе даже задаю вопрос. Да, ты молилась? Нет. Я не молилась стояла. У меня только одни мысли. Все мне, все не так. Все не так. Это галстук этот, он у меня как-то сразу впился. Эти все священники бритые, с бритыми бородами. Я одного священника там люблю. Мне так всегда нравится. Он похож на нашу батюшку. Он такой худощавенький, такой стройный, высокий. И он красивый священник. И вот теперь он тоже с бритой бородой. Ну, такая коротенькая. А он такой богатый волосами был. Вот такой весь. А теперь вообще... Вот это вот даже, вот смотрю, ну, все. Можно сказать? Тяжело. Трудно. Самое страшное это, что люди ходят, которые в тех храме, это номинальные христиане. Они это считают. Они это видят. Они пришли, может, первый раз, второй. Они считают, что так и должно быть. Это мы такие счастливые, мы знаем. Я пока сюда не ходила, я не знала, что галстук это плохо, грех. Это Игна Тихонович нам рассказал, откуда бы мы знали-то. Где об этом говорят-то. Они приходят, все, они привыкнут к этому. Люди-то просто они, как будто так и надо. Вот если бы было какое-то обличение другое... А то, что это по стихиям мира, это они могут сказать, что это не христианский атрибут. Он не греет. Они легко могут в Википедию зайти и посмотреть, что такое галстук. Почему все масоны в галстук? Это масонский атрибут. Это можно было узнать, а тут ничего нет. Я не против галстука, если так-то. На них удобно вешать человека, душить. Но какое отношение христианство-то имеет? Что вообще у Виляра со Христом? У него крест висит и тот же галстук. А вот давайте мысленно проиграем такую ситуацию. Вот этот священник или другой не священник, который с бородкой, с галстуком был. И тот же епископ, вот сидят они. И они сидят сейчас и слушают нас. То мы бы стали говорить уже не отвлеченных где-то, а им бы что сказали, вот этому священнику. Зачем ты надел галстук? Это же не главный галстук-то. Он певец у них. Он певец. На фиросе поет. Что бы ты ему сказала? А мне так хотелось его где-то вот сейчас встретить и сказать. Вот встретился, он сидит вот здесь. Я хотела ему сказать, а вы знаете, что галстук это масонский знак. И что в храме в нем нельзя находиться там. Вы же масон, это антихрист. Я хотела, вот я даже хотела встретиться с ним и поговорить. Еще о чем это? Еще договорись. Пока он не ушел. Да, хотел бы сказать. И что, почему вы так читали, что людям ничего не понятно. Да кто хочет специально. И я хотела бы сказать, что это неправильно. И нужно лицом... Я приехал в семинарии, в Академию Московской Духовной. И мне стали показывать. У нас тут есть человек, который оригинально считает. Вот так надо считать. Его преподаватель выставляет и говорит вот так. Ну я сейчас сумею так изобразить, как я это 45 лет назад или 48 лет назад слышал. Он говорит, помилуй меня, Боже, читает. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, по множеству Твоей, хочу себе законе мое, наипощай моим, греха моего воды, без законе моего, вызывай меня. Он как на подъеме идет с шатунами, трактор работает. Я так говорю, а у него голос такой металлический, не мой пискляп. И ты дальше беззаконник защищает. Я говорю, хернило меня, мать моя, беззаконник... Понимаешь, нет? Я говорю, ты мог бы по-другому, а по-другому нельзя. Главное, это опасность, если у человека чувствования какие-то появятся. А если сказать так, помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, по множеству щедро Твоей, И с изгладь беззакония мои, многократно согрешил я. Избави меня от крови Божия. Да что ты? Это же артисты. Да какие артисты? Я верующий, я плащущий, я эту молитву читаю. У меня на нее стихи написаны. Ты дома можешь так, в храме нельзя. Еще раз давайте повторим как. Помилуй меня Божия, повелица милости Твоей, помножище дро Твоей, сгладь беззакония мои, многократно молния беззакония от греха моего. По-другому нельзя, нельзя. Вот и все. Он пятерочник. Ему ставят отметку за это. Но за этим-то заложено что-то, и в этом тоже есть смысл. И с чувствованием он проникнут. Он проникнуть не дает, вот этого дальше он не понимает. Вот интересно, понимает сектанты, он и понимает, исключая второе. И вот, ну есть такие артисты слова. Кто у меня слышал, дочь Ефая считает? Это на сайте у меня стоит. Дочь Ефая. Это считает местный артист. Овчинников Дмитрий Эдуардович. Он приходил, даже тут фотографировался у нас был. Вот я сколько раз его слушал, ну допустим, 50 раз, и 50 раз я сидел и плакал. Я не могу, не могу, а он курит, пьет и дома не ночует. А вы нам не записывали на диске? У него много записано где. Он на дом приходил, у меня записывал. Здесь он нет. Но тогда было записано на пленку. А пленка не первая, а там же хуже, вторая копия, еще хуже. Что осталось? Дочь Ефая. О, дочь моя, дочь дорогая. Не думал он как. И он говорит, он рыдает буквально-то. Я не мог без слез слушать его. И вот он там на западе, они таких находят, мастеров художественного слова. С ним договариваются, но определенная плата, допустим, 2000 долларов. Ну соберут же с прихожан-то. И он у них выступает, а проповедь дают ему считать. Он проглядел, в общем-то ему все известно-то. И он говорит, он половину церкви на холени поставит. Там такое раскаяние идет. А после обеда приходят мормоны. А ты нам мог бы сказать, а у вас что? Ну покажите заранее. Это они ему показали. Ну за 2000 долларов он опять соглашается. И говорит у мормонов. И теперь надо у харизматов. Те приходят к нему. Он может несколько проповедей по разным верам сказать. Ему разницы никакой нету. Он работает. Ему разницы нет. Бочи Ефая будет читать. Или Давид, как аманентян подпил, его сжигательной пищей толкал. О, его разницы никакой нету. Но будет ли там истинное раскаяние, вот это я не знаю. А то, что людей сокрушают сердца. Там люди, говорят, сидят и рыдают. Но выходят они, а те же самые остаются. У него он минутным впечатлением тронул. И когда говорят, читать нужно вот так. Поэтому надо до глубины дойти, чтобы человек... У них мысли заложены здесь. Я не согласен, но я стал размышлять. Что они... Почему? Помилуй меня Боже, помилится и милости Твоей, помножество щедрот Твоих, трот-трот-трот-трот на горе. Вот они хотят, чтобы в это я внес внутреннее осознание и сокрушение. И сокрушение не на мастерстве художественного слова, а чтобы Дух Святой как бы проник. Но это теоретически желаемые, не сбывающиеся. Они на результат не смотрят. Я вот что бы где ни слышал... Почему я сказал, что через две недели меня будете исследовать? Ну, что лично ты за мной знаешь, ко мне отношения, а не то, что там... Где я поступил вопреки Писанию, я хочу от вас выслушать упрек, наставления, поучения. Потому что рубеж 73 года мне будет. Ну и подумайте. Я не похвалы ищу, а что-то со стороны-то виднею, чем я сам за собой-то смотрю, кособоки. Я вот заметил, когда идет Путин, и когда идет Медведев, я раньше никогда этого не видел. А сейчас я внимательно посмотрел. У меня все записано, как инаугурация его идет. Это больше часа. Как он едет на машинах, как встречает, как идет он по это... Он вот так, рука так, а левая рука вот так вот у него идет. И у того, и у другого. Я не видел. Люди простые, так, нихуя, а идут совершенно одинаково. Вот он вышел, Медведев, теперь ему сдавать полномочия, он идет, там ждет его генерал. Он идет и левой рукой вот так вот машет. Почему левый? А я спрашиваю, а почему они здороваются левой рукой, а не правой? Это масонский знак. Это масонский знак. Вы не думайте, что он показал вот так вот или что-то, нет. Это все знаки. Вот они описывают. Мы сидим за столом, говорят, ну первый раз собрались-то. Я думаю, вот надо бы это сделать, а как сделать-то? Я не знаю. Я один из здесь. И гляжу, он, говорит, положил вилку, ложку положил, и положил крест-накрест, и что впереди? Я, говорит, сразу посмотрел на него. Наш брат, масон. Но я не знаю, кто он. Он, говорит, молча и пальцы показал на столе. О, 30-й степени посвящения, а у меня только 15-й. Я склонил голову, готов подчиняться. Слушаю, брат. Никто никому ничего не сказал. И люди рядом сидящие, они видят их, они никто ничего не... Ну, ложку положил, вилку, как ареста, как бросил-то. Надо знать. Есть язык жестов. Знак отречения от Бога. Ну, у нас у русских что там? Дулю показать, показать дурак-то. Ну, ограниченное очень такое мнение. Вот у меня хорошо. А уже мизинец даже не понимает. Кулак показать еще понимают. Это можно в 10 жестов. Все. А у него, а там мими, плохо. Хуже некуда. Мизинец. Ну, если хорошо, то мизинец-то-то плохо. У глухонемых, у них, может быть, тысячи знаков где-то. Ну, а вот у масона там показывают, какой знак, что. Или которые говорят люди. Вот беседуют. Мы вчера я записывал это. Записывал. У меня на пленке будет, на диске. Вот. А они беседуют. Человек стоит, допустим, так сказал. Что это означает? А другой стоит так вот. Знаете, вот так вот. Все время этот Жириновский берет. Что этот жест? Жест. Ну, можно все изучить и жесты эти делать. И ни один детектор лжи правильно не определит. Ну, существует это. Я себя со стороны-то не вижу. Что это означает? Вот я сейчас поднял руку. Еще мне и трясти-то. Но в этом что-то заложено. И показывает. Вот человек уверен. Вот этот нетерпеливый. Вот это непременно требует, чтобы по его были. Там каждый жест объясняется. И показывает. Раз, руки. И что жест этот обозначает. И как он себя ведет. А если вот так, вот он подошел, он начинает фамильярничать. Это нельзя делать. Это менеджмент, когда идет, да. Ногти грызут там что. Я впервые про ногти, когда сидел, как называется, экспериментальная или как экспертиза, психиатрическая экспертиза в Кемерово. И я там наблюдал за этим. Судебно-психиатрическое. Я, понимаешь, а? Судебно-психиатрическое. Да. Судебно-психиатрическая экспертиза, да. Вот. Я там впервые обратил внимание людей, которые грызут ногти. Для этого я не замечал. И когда я стал разговаривать, все убийцы. И я понял, что это склонность к убийству. Всего ничего ногти грызет-то. Это склонность к убийству. Он не убийца. Но у него склонность к убийству. К убийству. Я стал более внимательно смотреть. Конечно, это веру мою не увеличит. У меня вера окончательная. До последней строчки я верю. Верю в воскресение из мертвых. А дальше нет. Чай воскресения мертвых и жизни будущего века. А дальше чего? Когда уже жизнь будущего века. Я в это верую. Верую в единого Бога. Я с первого дня прочитал это. И сегодня считаю. Тогда верил в полноте воскресшего Христа, что Он есть Бог. Такое Он для меня есть и сейчас. Но я научился больше видеть в событиях, которые со мной милость Божья. Вот неприятно мне, что вот этого там потеряют. Вот это делают-то. Но теперь я стал молиться. И вдруг трижды молил я удалить его. Ангел сатаны данной в плоти говорит, жало мне. Я понял, это ангел сатаны. Его роль такая выполняется. Я молю ее убрать, а они убирают. Почему? Довольно для тебя благодати моя. Я тебе слишком много дал. И поэтому меня Господь осаживает, чтобы я научился видеть в этом его милость. Я вот прошу у Бога этой милости нынче закончить вот это, что намечено, миссионерство. Но удастся или нет, не знаю. Видите, какие затруднения совсем. А на работу ссылаются. Мне это не подходит. Какая бы ни была работа, она не стоит даже вздоха. Я в своей жизни ни разу, я имею право говорить вам это, ни разу никогда не сослался на работу. А это работа. Какая бы ни была работа, я на работе проповедую. Я на работе для Бога. Увольняюсь в любой момент. Независимо от того, какое наказание будет. Почему? Дальше меня ждет что-то лучшее. Меня там призвали или как. С плотью, Павел говорит, не стал советоваться с плотью и кровью. А если бы прислушался к мнению людей, не был бы рабом человека. Никак. Я заканчиваюсь, а как дальше? Еще лучше пойдет. Еще крепше. Еще лучше мосты Бог наведет. Да я потеряю работу, а у меня семья. Ты Богу не доверяешься. Для тебя Бог приготовил намного лучше. Ни в одно воскресенье больше работать не будешь. А ты работа, работа. А ты не работал. Нет, не работал никогда. А если назначали? Не ходил. Так накажут. Меня наказывали. У меня в биографии написано, не покоривая и прочее. Но я сказал. Почему? Я говорю, надо идти в церковь и молиться. А бригадира был подгорный. Ну ладно, езжай. Как бабы взгамазились? У них ребятишки мало. Ну почему этого баптиста разрешают? Я тоже не пойду. Сидеть всем. Уволю. Все. А ты иди молись ладом за нас. Вот и все. Ему Бог на сердце это положил. И враги отступят. Там, где берут, арестовывают. Там не выпускают. Вот на проходной проходим, военный завод. Нас поставили работать. А меня заинтересовало. У меня пропуск, но его надо другой сделать. Вот такой вот уже. Фотография намного больше. Я говорю, а почему это? Я там уже на заводе спросил. Мы фундамент для станков закладываем. Это военный же завод. Военный? А я в военном деле не участвую. Да тебе какая разница? Это фундамент. На фундаменте станки будут стоять? Ну да. А станки-то будут пускать военное оборудование? Ну да. А военное оборудование? Это снаряды будут? Ну конечно. Так людей могут убить. Я ухожу с работы. Я пошел, меня задерживают. В сторону отойдите. А вас видели, как вы заходили сюда? Да, заносили сюда водку. Причина какая? Водку. Я говорю, мужик, выпускай меня скорее, пока никто не узнал. Завтра весь завод будет смеяться над вами. Почему же так? Да я в рот не беру. Я верующий христианин. Да ты что? Иди отсюда. Ну все. То есть они поставили капкан, они предупредили дальше. Да у него какой-то страх божий. Я когда вышел, а теперь он скажет, что ты его выпустил-то? А за что его задерживают-то? Так он ушел, ушел. Ушел. Нету его. Я больше не положил. Пришел, положил на стол. Уволить, уволить, уволили. А работу не найдешь. Я об этом не думаю, и мой Господь сказал не участвовать в убийстве. Я никогда в жизни не шел на этот компромисс. И поэтому Бог так обильно благословляет. Никогда. Не то, что не шел. Я не допускал этого. Я даже в мыслих не допускал. Работать в воскресенье я этого не понимаю. Работать можно в воскресенье сторожу, врачу и там животноводу. Все. Больше нет никого. То, чтобы здравия разрешалась. Пожарники. Еще это не надо? Пожарники. Озвучи. Сантехником, говорит. Озвучи. Сантехником можно в воскресенье работать. Пожарникам. Сантехником-то. Ну затопит дерьмо. Что, лучше что ли? Да, может быть и так. Может быть он же. Ну я о чем и говорил. Да, может быть. Ну тогда не было этого. МЧС всякое. То есть угрожает жизни людей. Прорвало, затопляет. Крышу там снесло вверху. Ну надо понимать это. Нельзя так буквоеда. Да. Ну врача. А он не врач, а он шофер сидит в машину скорой помощи. Ну это означает все врач. Вот так. Тут же не надо дураломом ломить. Я сказал, это грани, это конструкция. А дальше это туда и... Да, конечно. Спрашивают летом, а можно поливать в огороде? Поливать в огороде. 10 минут. Не желательно. Но если жара все испепелила, а воду дают только в воскресенье. Сходи в церковь, а потом полей. Годовой труд твой на смарку пойдет как. Ну надо реально смотреть. Тяпать не надо, ничего нет. А то полить надо, потому что ты кормишь растения, поливаешь. Как животное. Рассуди маленько. С мужем не кормить-то. Может, не нравится это? Но ей наоборот нравится. Распределить поливать. Вера должна быть осмысленная и чистая, святая. Но застать ее от Веры к Вере. А, да. Молимся. Семикратная молитва. 10 минут. 10 минут молитвы и все. Ну что, колерия? Аполлинария. Аполлинария. Боже, милостью, будь мне грешным. Создав имя, Господи, помилуй меня. Бесчислав, я согрешил, Господи. Прости меня грешным. Помилуй. За молитвы святых Отец наши, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые посети, ссори немощи наше, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже и Сына небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, дашьте нам днесь, и оставь нам грехи наши, як же мы оставляем блажняком нашим, и не вди нас в искушение, но избавь нас от лука Бога. Ибо Твое Царство, Сила и Слава во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе наш Бог и Его, Авва, Отче. Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его. Аллилуйя. Слава Вышнему Богу на земле мир, в человека, в благоволении. Аллилуйя. Благодарю за день, когда даровал нам веру Твою святую истинную. И благодарю за день, когда Ты даровал святую Библию и указал на толкование святых отцов. И даровал веру в это, что все от Тебя. Аллилуйя. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария. Матерь Христа Бога нашего, спаси нас с молитвами Твоими. Аллилуйя. Матерь Божия, благодарю, что сохранила отпадение, сокрушение, предательство, измены. Молодуши, уныние, отчаяние. И впредь не оставь Твоим попечением и покроем афором любви. Господи, приготовь нам все необходимое для лагеря, для детей и для благовестия. Добрых помощников, наставников и советников даруй нам. Аллилуйя. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога мне грешнем. Ангел, благодарю Тебя. Сколько лет Ты хранил душу мою, защищал на земле, на воде и в воздухе. И в смертный час, когда душа будет разлучаться, а тело не покинет. И проведи душу мою на мытарствах. И веди ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. И я, Ангел Креститель, претеща Христову, моли Бога о нас. Благодарю Тебя, Ангел Креститель, за услышанную молитву и помощь. Но учи нас житель бедности, Господи. Имея пропитание и одежду, быть довольным и быть благочестивыми. И каждому даруй жилье. Господи, слава Тебе. Сохрани нас здесь и селение наше от пожара, воров и нечистой силы. И болящего Анфима. Благослови. Дай ему послушание. Вениамину. Украти непокоривость жен. Галина, Екатерина, Евгения, Надежда, Светлана, Мария, Раиса, Лариса. И нас помилуй, милости Твоей ради. Благослови правителей в нашей стране, Владимира, Дмитрия, и по всему миру, Барака, Александра, Людмилу, Игоря, Сергея, Александра. И посмотри на место для занятия. Аллилуйя. И дай еще священника, как угодно тебе. Святителю Христу Никола, мерликийский чудотворец, образ кротости и воздержания, добрый архипастор, моли Бога о нас. Благодарю за услышанную молитву о людях, о животных. Господи Боже наш, слава Тебе, и сохрани место сие. И нас помилуй, милости Твоей ради. Аллилуйя. Господи, хвала Тебе. Предстоящую встречу благослови и добрых детей даруй. Послушай. Святый пророк Илья, Елисей, Инох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Но Иосиф, Патриархи, Езранееме, Амос, Наумы, Саире, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия и Аиль. Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Отроки, Пророк, Михей, Авраам, Исаак, Яков, Молите Бога о нас. Дадай, Господь, Духа Пороческого Церкви. Дабы выше навстречу Тебе, ожидая Твое пришествие с горящими светильниками и сосудами, полными и ле добрых дел, стаделанной в Духе Святом. С любовью, Аллилуйя! Святые ангелы, архангелы, хирургины, серафимы, все небесные силы, престолы Божьи предстоящие. Молите Бога о нас, святые всехвальные апостолы, Первый Верховный Петр и Павел, Святые евангелисты, Матфей, Марк, Лука, Иоанн, Молите Бога о нас. Аллилуйя! Дадает Господь желание истедовать Слово Божие, вникать в Него и поступать по Нему. Аллилуйя! Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Волтаусов, Анасий Великий, Ефрем Серин, Антоний Макарий, Макарий, Антоний Феодосий, Корнилий Иосиф, Сергей Рановский, Стефан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл Меподий, Иннокентий Николай Макарий, Алтайский Филарет и все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас. Александр Невский, заступись за землю сию. И японскому народу даруй добрую землю Господи, дабы могли обратиться. И пошли добрых миссионеров к еврейскому многострадальному народу. Аллилуйя! Святые жены и девы, молите Бога о нас. Пехлы первомущин Сафатина, Самаринина Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Дриан, Варвара, Екатерина, Перепетую, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прискелая, Акела, Андроник, Юник, Иприана, Устина, Галина, Анна, и все святые, молите Бога о нас. Да дарит Господь послушание, Молчание, целомудрие И стыдливость женам и девам. И сохрани их От всяческого поругания. Прими нашу молитву. И возъяние рук, как жертву вечернюю, Благоухание, приятное, Перед Присовом благодати. И соедини нашу молитву С молитвами всех святых, Молящихся тебе на небе и на земле. И услыша молитву всех, Молящихся о благе для нас. И прими нашу молитву О всех западавших нам молиться. О них. Аллилуйя. Говори, Господи, Владыка, Слушай, это род Твой. Аминь. 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 Спасибо.